Срок сдачи пришел, ключи получены. Пора браться за ремонт. И пусть даже в распоряжении небольшая однокомнатная квартира, сделать из нее визуально просторное, а главное комфортное помещение возможно. На пути к гармонии всегда будут стоять стены. Мы узнали, как убрать их правильно. Перепланировка бывает двух видов. С демонтажом и переносом перегородочных блоков, просто перегородок, а также перенос, демонтаж и организация дверных проемов именно в несущих стенах. Самым сложным традиционно считается перепланировка несущих стен. Для этого необходимо подготовить грамотный проект, который должна разрабатывать лицензированная организация. Далее проект заканивается в улицной инспекции. В такой проем необходимо будет дополнительно заложить усиление. Как правило, это металлическая конструкция, которая скроется в корпусе из гипсокартона. Помочь с юридическим оформлением проема может и дизайн-студия, если у организации есть соответствующее разрешение – допуск СРО. А вот любимый многими прием объединения балкона с комнатой или кухней юридически согласовать не получится. Даже если мы убираем просто оконный блок, таким образом обменяя балкон и жилую комнату, это является тоже незаконным и крайне сложно это все узаконить. Практика за последнее время такова, что если это узаконивать через суд, то судьи такие решения наберут. В последнее время набирают популярность планировки с уже объединенной кухней-гостиной. Увы, застройщики еще не выпускают на рынок Тюмени достаточное количество таких квартир. Приходится лепить из того, что есть. В этом случае многие задумываются о переносе коммуникаций в жилые комнаты, которые подходят по квадратуре. Если мы хотим поменять местами такие помещения, как кухня и спальня, допустим, то в этом случае необходимо сделать грамотный проект по водоснабжению, собрать собрание жильцов-собственников, чтобы они проголосовали на предмет того, что они не против данной перепланировки. В данном случае узаконить ее можно. Утвердить юридически любую перепланировку можно двумя способами. Первый – это подготовить проект перепланировки и согласовать его через БТИ до реализации. Второй вариант – также подготовить проект, собрать весь набор документов и сделать ремонт, а бумаги направить в суд уже постфактум. В том же случае, когда у нас это сделано уже все через суд, то в этом случае мы как бы ставим перед фактом судью и говорим, что вот у нас уже все сделано, и дальше мы делать, возвращать никак не собираемся. То есть в большинстве своем судьи это берут во внимание и вывозят положительные решения. Поэтому мы рекомендуем перепланировку узаконить все-таки через суд. Не забывайте и про визуальные приемы, которые помогут сделать любое пространство уютным, а главное – просторным. Это, конечно, светлые и нейтральные цвета в отделке, модульная и трансформированная мебель, использование зеркальных и стеклянных поверхностей, которые создают ощущение легкости и пространства, встроенная мебель. Чудеса в однушке возможны и поможет в этом не взмах волшебной палочки, а грамотный проект и планомерный расчет.